День с толком До полутора тысяч тонн готовой продукции в год В Новоалтайске открылся новый завод по выплавке металла для сельхозтехники 57 елочных базаров только в Барнауле Как правильно выбрать зеленую красавицу и сколько она стоит в этом году? Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае превысил эпидпорог среди взрослого населения в 4 раза Об этом сегодня во время онлайн пресс-конференции сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов Около половины всех выявленных респираторных заболеваний в регионе свиной грипп, подчеркнул министр Далеко не все переносят вирус в легкой форме Так, 85 человек даже госпитализированы, один находится на ИВЛ Стремительный и продолжающийся рост заболевших привел к чрезмерной нагрузке на службу скорой помощи поликлиники региона При этом, по словам Дмитрия Попова, медучреждения справляются со своей работой в полном объеме Дополнительных ресурсов и решений в виде приостановки плановой медпомощи не требуется Мы не видим пока необходимости перепрофилирования наших стационаров под оказание пациентам с гриппом У нас пока достаточно коечного фонда и для детей В зависимости от заболевания у каждой организации разработаны три пошаговых плана Сегодня все организации находятся на первом плане То есть минимально те созданные ресурсы, которые есть в медицинских организациях, они достаточны Закупорку артерий, сужение сосудов и, как следствие, возможные инфаркты и инсульты Теперь, совсем на ранних стадиях развития, могут выявлять врачи краевой клинической больницы Там запустили в работу передовой ангиографический комплекс Продолжит тему Мария Мацая Насыщение крови кислородом тоже в норме, пульс 63 В начале декабря у Сергея случился острый инфаркт миокарда И мужчину в экстренном порядке определили в краевую клиническую больницу Благодаря аппарату-ангиографу ему восстановили кровоток в сосуде Операцию перенес хорошо, прям отлично Мы быстренько все сделали Ставили стенды, чтобы расширить сосуды Чтобы сердечко дышало лучше, не хватало кислорода Но сейчас улучшения есть какие-то? Конечно, очень хорошие В среднем через такой ангиограф день проходит около 3-4 пациентов Он позволяет устанавливать специальные стенды Устройство для расширения артерии и нормального кровотока при инфаркте миокарда Также проводить манипуляции при инсульте А во время диагностики выявлять закупорки сосудов Изображение самых мелких аппарат передает с исключительной четкостью Любые диагностические лечебные процедуры на любом сосудистом бассейне Основная наша активность связана с кардиологией прежде всего Сосудистой хирургией, нейрохирургией Это больные с инсультами, геморрагическими инсультами, ишемическими Острый коронарный синдром, инфаркты миокарда Хроническая ишемическая болезнь сердца Кроме того, мы оказываем помощь больным урогинекологического профиля Это прежде всего больные с миомами матки Кардиологическое отделение пациентов с подобными проблемами поступает немало, добавляют врачи На рост болезни сердечно-сосудистой системы существенно повлияла пандемия, подчеркивают Минздраве В нашем крае такие патологии почти у 900 тысяч человек Так только у 3,5 тысяч ежегодно регистрируют инфаркт миокарда Такое оборудование просто жизненно необходимо И оказанное в первые часы, в первые сутки Вот такая высокотехнологичная медицинская помощь Спасает жизни пациентам, помогает сохранить миокард жизнеспособный У нас, например, если интересует область сердца То мы делаем, выводим трубку вниз И вот у нас есть различные проекции Всего в больнице 3 ангиографа На экстренный случай один из них всегда должен быть свободен, говорят врачи Сегодня наплыв пациентов такой, что приходится проводить до 4,5 тысяч исследований и операций в год И по прогнозам число патологий сердечно-сосудистой системы будет только увеличиваться Мария Мацаева, Дмитрий Денисов, День с толком Дорожные коллапсы в Барнауле В последние дни на дорогах города пробки 8-10 баллов и не только в утренние и вечерние часы Сегодня город просто стоит Несмотря на то, что городские власти регулярно рапортуют о том, что в снегопад дороги Барнаула Чистит целая армия дорожной техники Осадки серьезно осложняют передвижение по краевой столице Плотный затор этой зимой водители связывают с закрытием моста на новом рынке И вынужденным перенаправлением автомобильных потоков Специалисты уже полагают, что декабрьские пробки во многом связаны еще и с приближающимися праздниками Перед Новым годом в Барнаул традиционно приезжают закупаться жители ближайших сел Большая загруженность на дорогах, снегопад, как следствие частые ДТП, что также осложняет обстановку Сегодня 9-ти бальными пробками практически весь день были скованы проспект строителей Калинина, улица Малахова, Попова, Павловский тракт И в течение дня произошло как минимум 5 аварий Минимальный размер заработной платы на 2023 год установили власти Алтайского края С января следующего года он равен 17 786 рублям С учетом районного коэффициента и иных выплат Минимальная зарплата, подчеркивают власти, превысит 20 тысяч рублей В организациях реального сектора экономики, где среднее вознаграждение меньше 25 тысяч рублей Темпы ее роста должны составить 120 процентов Не ниже 115 процентов там, где работники получают от 25 до 30 тысяч рублей И там, где от 30 до 40 тысяч, темпы роста не ниже 110 процентов Губернатор Виктор Томенко заверил, что власти края приложат все усилия для того, чтобы все прогнозы по росту зарплаты сбылись Завод по выплавке металла сегодня открыли в Новоалтайске Он стал 11-м резидентом на территории опережающего социально-экономического развития региона На предприятии выпускают комплектующие в первую очередь для сельского хозяйства А учитывая санкции, спрос на продукцию ожидается большим Но только ли снабжением аграрного сектора ограничится на заводе И как выглядит еще один резидент, узнавала Анастасия Дорога Пучина белых шариков лить металл начинают с приятного этапа Это первый цех литейно-механического завода в Новоалтайске Очищение, прессовка и пенополистирол уже в форме нужной детали То есть три таких вот одинаковых Вот пока и вот Все это нужно собрать вот в такой вот шестеренку Деталь красят, сушат и закапывают В вакуумном ящике для модели детали создают подушку из песка Она полностью засыпается песком Ну, чтобы не касалось опоки Иделия Чтобы она как бы в воздухе висела Да, да, да На этом подготовка завершена В Новоалтайске открыли литейно-механический завод Это новый резидент АСЭР Появился он благодаря алтайскому заводу сельхозмашин Там испытали дефицит комплектующих и решили создать свое производство Займ в фонде развития края составил 23 миллиона рублей Для себя заводу нужна будет только треть выпускаемой продукции Уверенный шаг вперед к кооперации в части сельхозмашиностроения Потому что это предприятие на территории опережающего социально-экономического развития Будет заниматься производством тех комплектующих Из которых потом собирается наша сельхозтехника Прицепное навесное оборудование Почвообрабатывающие комплексы Следующий крупный потребитель – железная дорога Да, то есть огромное количество ремонтов Строительства новых вагонов Вы знаете, опять же, у нас есть вагоноремонтный завод От идеи до открытия завода прошло меньше года Завод будет выпускать до полутора тысяч тонн готовой продукции В ящике горячая лава выжигает пенопласт и заполняет модель А краска не дает соединиться металлу и песку Выгорает пенопласт, выгорает краска, но следы ее еще остаются И не только краски Например, у этой детали лишние не только вот эти застывшие металлические загогулины Но и, так скажем, целая ножка, шестеренки Потом это все отрезается, очищается И здесь уже абсолютно готовые детали Сейчас здесь работает 20 человек В планах увеличить штат вдвое Но найти заливщиков и плавильщиков даже для небольшого завода Не просто признается руководство предприятия Оно не исключает обучение желающих прямо у себя Чтобы выпускать по 5-6 тысяч тонн продукции Которая в условиях санкций крайне востребована Интерес проявили несколько крупных алтайских компаний Но не исключено, что скоро комплектующие будут закупать и другие регионы Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком Пикет в центре Барнаула провели обманутые дольщики Люди уже 7 лет ждут своих помещений А теперь еще и рискуют остаться без вложенных денег Их они внесли в строительство 8-этажного комплекса На улице Шумакова, 21 Где приобретали апартаменты, а не квартиры Продолжит тему Дмитрий Дроздов За моей спиной то самое здание По проекту там несколько апартаментов Площадью от 15 до 21 квадратного метра Еще в момент начала стройки дольщики покупали их через риэлторов Которые, в свою очередь, заверяли, что данный вид помещений Апартаменты сейчас активно строятся во многих городах России И ничего страшного в статусе гостиницы нет Немного дороже коммунальные услуги и нельзя прописаться Но жить можно В итоге пострадавших несколько десятков Среди них есть и пенсионеры, которые продали свое жилье в деревне И хотели переехать в город, чтобы улучшить уровень жизни Все хорошо, будем строить, строить Остекление вообще уже шло Дом построенный был, шло остекление Я пришла, мне устраивать как бабушки Именно отдельная студия, не в общежитии где-то там Далевки в доме у застройщика сентябрь Люди приобрели еще в 2015 году Заманчива была и цена От 600 тысяч до полутора миллионов рублей Правда, люди осознавали, что определенный риск есть Объект не жилой, гостиница И в случае чего права дольщиков могут быть не защищены Так как строение не попадает под федеральный закон 214, который встает на сторону людей Если застройщик допустил нарушение сдачи срока В общем-то это и произошло В прошлом году застройщик обанкротился И граждане оказались в ловушке группы кредиторов и конкурсного управляющего Суд признал не по правильному параграфу, не по правильной голове Наш дом банкротом То есть мы являемся банкротами жилых помещений Хотя это не так, дом не жилой, дом строился как гостиница На пикете дольщики требовали приостановить процедуру торгов недостроена Здание со скандальной репутацией никто ни разу не позарился И по условиям новой процедуры реализации имущества Ее стоимость будет снижаться на 5% Каждые 10 дней Дольщики боятся, что в итоге объект будет продан за бесценок Конкурсный управляющий, он минимальную цену продажи выставляет совсем дешевую 5% 5 миллионов условно можно сказать продать дом за 5 миллионов Но это что, дом целый, огромный, огромные площади За 5 миллионов мы получим там может по 500 рублей Если нам компенсацию потом будет уплачивать Обманутые дольщики считают, что выход из ситуации есть Если арбитражный управляющий увидит основания для восстановления платежеспособности банкрота Тогда конкурсные торги могут быть отменены и включится опция внешнее управление Она позволит людям нанять подрядчика, достроить дом за свой счет И наконец-то получить заветные ключи от своих апартаментов Дольщики обратились за помощью к губернатору края и региональную прокуратуру Они просят проверить законность проведения торгов и объявления застройщика банкротом Мы, в свою очередь, также направили официальные запросы в ряд структур И будем следить за развитием ситуации Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, День с толком В пуховиках и валенках дома уже много лет Жители двухэтажки, в том числе весьма преклонного возраста, замерзают в собственных квартирах Температура воздуха в них не поднимается выше 16 градусов В чем причина круглосуточных холодов в доме и чем можно помочь замерзающим? Об этом далее Берешь так вот, что это холодно-железно, то это одинаково Батареи не теплеют, росточки для ходьбы На самом деле, сегодня у супружеской четы пенсионеров праздник Стало награду степлее Обычно в квартире от сил 12-15, сегодня все 16 А так у нас вообще холодище, вот как, вот видите Тут пуховая шаль, вот и верблюжья жилетка Тут вот жилетка, и там две кофты и халат И валенки И валенки, вот А как, я без валенок вообще не могу Ходят в валенках, спят под пуховыми одеялами 80-летним пенсионерам приходится в буквальном смысле выживать уже шестую зиму подряд Чтобы не замерзнуть, в режиме нон-стоп работает электрообогреватель Собственно, как и у других жильцов холодного дома Одеты постоянно? Да, всегда, так здесь кофт сколько, и сидим всегда одеты Сегодня сколько температура? А вот 16,5 Это роскошь уже? 16, да То есть постоянно в доме сырость? Нет, что есть, постоянно по этой все бежит Проблема ледяных батарей в системе отопления Ее не промывали С 1978 года момента постройки здания Возмущается старшая по дому и добавляет Год назад от жильцов сбежала управляющая компания Расторгла договор на обслуживание Так и не промыв систему отопления И сейчас у нас такая вот ситуация, что мы бездольные, так сказать, можно сказать А почему, в чем была сложность промыть систему теплоснабжения? Я не знаю, почему Он написал нам официальную бумагу, что у него нет специалистов И что он не может ее промыть Поэтому договор расторгает У нас входит вода, например, 58 градусов, они, например, у нас чаще А выходит 38 из дома У нас нет движения воды Руководитель ресурсоснабжающей компании Пояснил, что температура до границ дома Соответствует нужным параметрам Проблема в самой двухэтажке Директор МУП предлагает жильцам скинуться деньгами На промывание системы отопления Не думаю, что там речь идет о каких-то баснословных суммах А какая примерно? На 20 тысяч рублей Кстати, даже если жильцы и скинутся на ремонт системы Промывать ее в данный момент нельзя Нужно, чтобы на улице 3-4 дня Было не холоднее минус 10 градусов А судя по погоде, такой роскоши в ближайшие дни не предвидится Уже завтра в регионе значительно похолодает Жильцам остается только надеяться на новогоднее чудо Чтобы началась, наконец, новая теплая жизнь Валентина Аскерова, Алексей Фризин День с толком Их работа не видна и во многом секретна Но именно в их руках безопасность общества и страны Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники спецслужб Он учрежден указом президента России 20 декабря 1995 года Но в течение многих десятилетий этот праздник оставался неофициальным И в народе его называли Днем Чекиста Какие они бойцы невидимого фронта О сложностях и нюансах профессии расскажет Анара Шагирова О своей работе они не рассказывают даже самым близким людям Потому что это может грозить безопасности всего общества Мы специально не показываем лицо человека и даже изменили его имя Отчасти это тоже гостайна Человек, который сидит к вам спиной Каждый свой день противостоит терроризму, криминалу и коррупции Все закрытые мероприятия, которые проводятся, они являются государственной тайной И соответственно мы их не можем разглашать формы и методы работы органов безопасности Какую-то часть в том числе и в СМИ вы видите Но большая часть она скрыта И соответственно я не могу распространять формы и методы Расскажу лишь, что сотрудники работают и днем, и ночью История спецслужб насчитывает больше ста лет В начале 20-х прошлого века сотрудников чрезвычайной комиссии По борьбе с контрреволюцией и саботажем называли чекистами И хотя в ИЧК давно уже нет, название перешло к последователям Сначала к сотрудникам бывшего КГБ, а затем и сегодняшнего ФСБ Чекист никоим образом уже в мое время не связывался с какой-то чрезвычайщиной Это набор хороших духовных качеств Это профессионализм Это традиции хорошие, когда сам погибает товарища, выручай Полковник в отставке Владимир Тарасов посвятил больше 40 лет служению Родине За это время, рассказывает, предотвратил не одну трагедию Научился анализировать и подходить нестандартно к решению задач Что помогало видеть преступника насквозь Сравнивая работу в свое время и сегодняшнее, говорит, проще коллегам не стало Потому что новые вызовы появляются, появляются новые угрозы Легче в каком плане? Легче в том, что можно для информации использовать открытые источники, социальные сети, другие Но это надо собирать, это надо анализировать, это надо делать выводы Точно так же, как те, кому они пришли на смену Но ответственность и профессионализм сотрудников, уверен, все так же остается на высшем уровне Это они несут огромный вклад в сохранение безопасности страны и ее граждан Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком В крае началась активная продажа елок к Новому году Живые продают прямо на улице, таких точек только в Барнауле, сегодня больше полусотни Как правильно выбрать зеленую красавицу и какова ее средняя стоимость? Об этом далее Внешний вид, в том числе густота веток и их расположение То, на что обращают внимание покупатели елок в первую очередь, рассказывают продавцы Потом уже люди оценивают высоту дерева и его стоимость Средняя цена зеленой красавицы по сравнению с прошлым годом особо не изменилась Но на отдельных точках ценовой разбег приличный Например, вот такие елки будут стоить от 1000 рублей И, соответственно, если ель выше и пышнее, то цена будет тоже дороже доходить до 5000 рублей Но может и больше Так, на одной из точек на проспекте Красноармейском продавали ели и по 7000 рублей Но такие, скорее, берут не для жилых, а административных помещений В школы, больницы или детские дома Правда, покупатели в этом году, сетую торговцы, пока не слишком активны С года в год смотришь, в том году, допустим, на вчерашний день с этой точки ушло 20 елок, да? А вчера 7 Ну, то есть год назад была торговля лучше и выходные лучше К слову, зеленые красавицы все не местные Родом из Томска, Кемерово, Тогульского района и Черыша Именно оттуда привозят в Барнаул большую часть ели и пихт Самые пышные, как правило, из Кузбасса С короткими иголками и смешанного леса, что растет в горной местности В общем, выбор на любой вкус и кошелек География мест продаж тоже обширная Так, в Барнауле елочные базары расположились в 57 точках В железнодорожном районе 7 мест, в Ленинском 5, в Центральном 9 и 2 в Октябрьском Больше всего елочных базаров открылось в самом густонаселенном индустриальном районе Их там 25 И продавцы надеются, что покупатели еще активизируются Но говорят, что в последнее время с каждым годом наблюдается одна тенденция Жилые деревья уступают место искусственным Последним отдают предпочтение даже сами торговцы Но остаются еще и любители именно лесных красавиц Их выбирают за натуральность и запах У меня у самого уже лет 7, наверное, искусственная Я не знаю Почему? Даже на год, мусора много Живую А почему именно живая? Ну, потому что любим живую елку, она пахнет вообще красивая Искусственная А почему такую елочку ставить, а не живую? Ну, потому что надо оберегать А то люди срубают, срубают Нет, надо на искусственную переходить В вопросе выбора одного из главных символов года Видимо, всегда будет два лагеря Каждый создает свою новогоднюю атмосферу И в этих хлопотах и в выборе есть определенная прелесть праздника Например, я дома ставлю искусственную елку Но у меня всегда есть настоящие веточки для атмосферы и для запаха Давайте узнаем у моего оператора, какую елку ставит он Сав, у тебя искусственная елка? Ну, вот у каждого свои предпочтения Дмитрий Дроздов, Александр Андропов День с толком На этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Ну, а далее о погоде Спонсор прогноза компании Валар До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok